приветствую всех на канале tesla model s к нам приехала в работу сначала не планировал снимать но думаю что будет что-то интересное у нас жалоба владельца машина не просыпается иногда также получается поворотники как-то долго срабатывает ну а по факту оказалось то что повторители на крыльях не работают иногда вот эти повторители с камерами не работают не работают повторители машина не просыпается mc ушка долго загружается иногда да хотя здесь я так понял что ты его ремонтировали потому что люди сказали у них и дампы есть автомобиль к нам попал уже с другого сервиса который занимается ремонтом тесел начали самого простого сделали ради плой ради плой прошел успешно но понятное дело это проблему не решила при том что конкретных ошибок за которые можно было зацепиться по сути дела нет но вот сейчас машина как раз с этим дефектом стоит то есть ее запустить пока что не получается и что удалось выяснить это сильно просажена кон линия шоссе относительно земли если измерять и в принципе самое простое это вот разветвитель точнее этот соединитель кан линий это вот зеленые проводки откинул проверил вот такой стоит коммутатор который просто его с функция просто соединить параллельно несколько канав до сюда приходит диагностический порт mc ушка потом остальная линия и еще что-то не помню на схему посмотреть также откинул бодик был немного грешил на бодик но проблема не с бодиком вот так же полез сразу смотреть назад потому что там блок тпмс который стоит под днищем и если там попадает влага возможно он может коротить чтобы откинуть например тпмс это блок контроля давления в шинах по схеме можно снять фишку с этого соединителя вот он кстати есть это уже снята проблема оказалась не в нем то есть проблема где-то дальше и вот сейчас можно посмотреть как это примерно один щуп подключен на мосту вот она и начинаем проверять это зеленая зеленая провода начинаем проверять что тут происходит по напряжению так 10 это паркает блок 9 здесь у нас есть 2 и 3 9 это то что пошло дальше вот согласно схемы это 9 20 это канхай канглов это пошло дальше там висит целая куча блоков но при этом сейчас уже часть блоков откинута это центр дисплей он же гейтвей хандиак автопилот откинут бодик бодик отключен короче чтобы долго не затягивать сразу покажу в чем проблема но надо еще дальше найти но вот 920 если стать нам эти пины на девятом уровень принципе более-менее по напряжению относительно земли на двадцатом уровень 0 7 вольт то есть явно проблема здесь если стать теперь на землю то вот падение относительно земли хотя такого быть не должно конвиния полностью изолирована от земли никак прозваниваться на землю не должно теперь надо выяснить какой блок неисправен в общем скорее всего либо здесь блок сгнил либо еще что-то произошло и вот поэтому решил снять это видео думаю будет интересно как же выходит из строя тесла вот например если линию powertrain это красная стать грубо говоря также на землю ничего нет и здесь по напряжением 21 2 и 3 ну канха и канал в принципе в допустимых пределах они плюс-минус когда все работает так и должны себя вести вот здесь же сейчас когда фишка надета тот 159 сильно просажены 152 то есть это не нормально для высокоскоростного к на это не нормально теперь нужно будет искать какой блок у нас садит can и тогда уже разбираться конкретным блоком добрался к вот этому вот коннектору для того чтобы еще исключить часть блоков этот конектор находится над блоком рцм уровень напряжения относительно земли 1,7 вольт накидываем соединитель и начинаем проверять что же конкретно подсаживают так получается вот это вот по схеме 11 10 9 как раз 9 просажен это то что идет дальше надо еще разбирать и находить этот блок что называется понеслась хочу добраться до вот этого коннектора который соединяет вот эту вот ветку блоков также он соединяет с м приборку вот эту ветку и остается так там делах откинуть автопилот откинуть по сути дела проблема либо в этих блоках либо в приборке либо в блоке с м потому что блока и суспенден исключен бодик откинут блока рб откинут эти блоки откинуты видите в принципе соответственно тоже так вот этот интересующий коннектор 773 который разрывает линию так приборку я отключил в принципе ничего не поменялось остался блок с цен и вот эта вот линия на которой висят блоки усилитель руля ай-бустер усилитель тормозов и блок abs только ты камеру резко не двигать старайся плавнее ты меня опять напугал я же просто хочу навестись потому что его не видно вон он надо долезть и проверить долезть до разъема вот этот разъем начинаем выяснять тоже просаживает линию на землю так там идет со второго пина и 5 проводов заходит 2 13 это как раз линия там где сидят блоки усилителя руля усилитель тормозов и блок abs по закону подлости надо разобрать всю машину чтобы выяснить кто же замыкает ну вот линия кану линия канхай на которой сидят три блока так участвовать нужно будет посмотреть что у нас с блоком abs и с ай-бустером так в общем сейчас будем разбирать подкапотку да немножко подкапотка у нас здесь загружена будем разбирать подкапотку потому что самой бустер у нас находится в этой части блок abs находится снизу знакомая когда-то слышал о них я честно говоря впервые слышу о них sata touch ну судя по всему владелец полностью на всю подвеску ходовую интересно какое качество здесь поэтому если кто-то ставил такие запчасти sata touch то напишите в комментарии будет очень интересно услышать ну а мы сейчас будем разбирать здесь и добираться до наших блоков и интересно стало качество изготовления принципе очень даже неплохо сделано общем культура производства достаточно на высоком уровне по крайней мере на первый взгляд в общем если кто-то устанавливал такие запчасти будет интересно услышать ваше мнение и даже есть что-то похожее на сертификат и так короче здесь получается проблема не такая простая как казалось бы то есть как вы могли видеть в предыдущих видео то замена контрансиверов это любимое занятие но не тут то было смотрите сейчас уровень на линии can low 2 и 3 вольта вот согласно схемы я подключаю блок управления сидушкой вот сид сид ты на инлайн райт 1 вот сейчас я этот разъем подключу подключил напряжение просела теперь там еще отключен блок abs если я подключу его и напряжение просила до 2 и 1 вольта то есть получается как минимум проблема есть в двух блоках потому что при их отключении напряжение повышается а теперь самое интересное я пошевелю разъем блока и бустера это в начале видео я говорил про вот эту ветку с этими блоками вот abs я подключил только что и бустер сейчас я пошевелю вот этот вот разъем и посмотрим что будет происходить на линии пока ничего дня о напряжение изменилось и ошибки начали сыпаться сейчас я отключу блок abs он там возможно просто но на себя подтягивает все такие всплески 15 вольт а скачок был 15 вольт влад до 42 вольта ошибки начинают сыпаться разъем блока и бустера то есть там скорее всего гниль окисел в этом и проблема но не только в этом разъеме а в том что по выгорали защитные элементы скажем так в блоках управления сидухой в блоке abs потому что при подключении тех блоков идет просадка и притом эта проблема вся на текущий момент плавающие потому что если начать измерять падение напряжения то все как бы нормально хотя до этого падения было 17 вольт на корпус ну что нужно тогда добираться до разъем проверять разъем на и возможно в бустер снимать ну не только снимать мне не то понятно но начать с бустера начать с бустера устранить причину а затем уже устранить следствие вот так вот тесла загадочная это столько насыпало да она сразу начала насыпать ошибки вот она пишет на террор хотя по факту разъем не отключался просто шевелился так поставил то контрольку и посмотрим будет ли она загораться ярче да да она мерцает и там явно проскакивает 12 вольт автомобиль уже собран и уже бустер блок abs установленную и сейчас меняем блок управления сиденьями и все и будем тестировать автомобиль и после сборки у нас пропали все ошибки активных ошибок у нас нет она включи андрей включен даже он видит как люди ходят в общем автомобиль уже собран и можно сделать тест-драйв и посмотреть все ли будет нормально работать вот так вот всего лишь навсего небольшая просадка по напряжению и все и машина не просыпается не едет не работает куча ошибок сыпет и все такое все уже вышли сервис мода и теперь можно будет проехаться на автомобиле и посмотреть вероятная причина поломки это повреждение на плате и бустера по сути и бустер это аналог вакуумного усилителя тормозов с главным тормозным цилиндром но только и бустер намного умнее так вот на плате и бустера скорее всего есть повреждения которые приводят к скачкам напряжения в цепи коншины в результате эти скачки вывели из строя два блока управления сиденьем и блока бс ну а так как эти блоки практически не ремонтопригодны то было принято решение их заменить вот такой вот был ремонт если вам интересен такой контент то подпишитесь на канал не забудьте поставить колокольчик чтобы не пропустить новые видео спасибо за внимание и не забывайте помогать и поддерживать вооруженные силы украины потому что только благодаря им мы можем жить и работать всем пока и до скорых встреч на канале